Доброго дня, украинцы! Мы снова на Надомному мини-канале. И сегодня у нас в гостях богаторичный вязень радянских концертабарев, богаторичный депутат Верховной Рады, герой Украины Степан Илькович Хмара. Мы сегодня будем говорить про продолжение акций, повязанной с захистом украинской земли. Степан Илькович, вчера был черговой этап, потому что не вчера произошла акция. Акция началась еще с листопада. И помните, мы разом ходили до Святого банка, протестовали в насилии, и мы, соответственно, протесты, потому что они инициировали через наших сегодня зеленую необольшевистскую большинство в парламенте продажу украинской земли. Вчера произошла акция с жорстым противостоянием, на разом от предыдущих акций. И с жертвами. И, мабуть, уже и с жертвами. Как вы оцениваете вчерашние події и ситуативный стан вокруг вопроса, связанного с продажем украинской земли? Ну, я вважаю, что они были необходимы, потому что, если бы этих событий не было, то вчера, мабуть, была попытка проштовхнуть, я бы сказал, мафиозно-бандитский закон, за которым мала быть вырвана от украинцев украинская земля. Это так, если одним речением. И очень важно, что была массовая акция. Были исключительно из всех областей фермеры. Я очень многое знаю, а они меня еще больше знают. И я был свидетелем как раз этих драматичных подій, которые происходят на Грушевском, біля Верховной Ради, где был тяжко поранен, один из фермеров, неведомая какая доля, потому что он еще в реанимации, в тяжком состоянии. Я был на месте подій, я видел его. Я видел, что витворяла так называемая полиция, а по вчерашних действиях я оцениваю как банк формирования имени Авакова. Как это было? На площади Конституции, на Против Верховной Ради, были выставлены три намета. И потом национальный корпус хотели пронести и поставить свой намет. Милиция перегородила біля готелю Киев, им туда вход, и вышел, когда еще очень много милиции, в КРП при входе в Марийнский парк, как раз этой стежкой, которую можно пройти на эту площадку. И тут, поскольку там, ну, тяганина была, какаясь суперечка, и так далее, не пропустили. Потім раз хлопцы прорвалися через кордон милиции на Грушевскую, и поставили намет на роде Липського и Грушевского на роде. И сами так перед этим наметом вышел колись. Ну, где-то стояли так, а мы чого, мы стояли с фермерами, как раз при входе в парк Марийнский. Там, где память не хвату тянуло. Да, 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 было много фермеров, мы говорили, наверное, годину это тривало. И что характерно, когда установили хлопцы на Грушевскую, милиция уже их не зачепала, и мы нормально установили и стояли. И потом, раптом, как оскаженили, с разных конец, с Липського, с одной стороны Грушевского, с другой, ну, буквально кілька сотен. Кинулися, и просто моментально цей намет був знесений. Причому я не понимаю, для чого, потому что их так много было. Був застосованный слезогимный газ, на деякий, ну, мы тоже чувствовали, я трошки пару метров дальше, недалеко, но тоже неприятно было. А кто був на месте, то так добре відчули. И когда часть этих хлопцев полиция потягла, сразу, где той намет стоял, метров три, от этого места, где намет стоял, они сбили, подчас этих, так бы мовити, колотнечей, збили одного из фермеров, и он лежал без сведомостей. Сама полиция выкликала швидку, когда забирали, он тоже был без сведомостей. Но видно было таки червоне обличчя, червоне от ударов на щуках. Ну, не знаю, чим его били, как его били, но он был свален, и лежал на этом, и, ну, мабуть, еще и газом. Вот такая была история. Поэтому я так понял, что это от руководства своего, оцепленные полиция, которые неправомирно использовали силовые средства, чтобы этого не нужно было делать, и, очевидно, этого потерпело не было бы, еще не знал, чем он не живет, до сегодня реанимация. Просто по звериному, абсолютно поводились по зверячому. Но можно тут задать такие питания. Вот деякие дописывающие на фейсбуке чемусь, допомогающие, мабуть, владе своей ментальностью, обоих, 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 за такие слова, по дурости, значит, пишут, а где фермеры? Ведь там дрались с полицией представники национального корпуса. А вы скажите, а чему вот они так думают, что лишь фермеры повинны захищать украинскую землю, а все инши повинны сидеть на диване пить и пиво? Вот не здаётся вам, что тут якась незрозуміла ментальность у таких людей? Я про це скажу, але перед тим добавлю, где фермеры, то я, например, могу сказать, что мы были поряд и пытались остановить этих узвірилих покидьков. Само фермеры? Так я с фермерами. С Виктором Галичем, это фермер из Миргорода, из Полтавщины. Мы разом были поряд. Я знаю. И целый ряд ищих фермеров могли бы бути свидетелями этих событий, если бы кто-то хотел объективно расследовать этот бандитский акт. Вот. А относительно чему вважают, что только фермеры могут защищать землю, а остальные должны на диване пива пылить? я, я сколько уже на эту тему где бы не выступал, в том числе перед фермами, я им завжди не говорю, что это не только ваша справа, это справа всех украинцев, неукраинцев, своего места бытия, реализации, территории государства, это если брать с позиции национальной безопасности, если подходить с национальной безопасности, то это зависит украинцам, что вы будете ездить, когда вы будете ездить, за какую цель вы будете ездить, и так далее, и так далее. То есть и те же лекарь, и те же обеспеченные, и те же службовцы государственные, и безработные, абсолютно все, в том числе и богатые, ну, хотя они могут привезти соби там где-то из Бразилии, хотя лучше они не привезут, как в Украине можно выработать, но они не все это понимают. Ну, и третье, вы понимаете, что это не только властность нынешних живущих граждан Украины, украинцев, это властность всех наступных поколений, которую дав Бог, мы ее не завоевали, мы ни в когось не загарбали, а на этих землях проходил нациотворчий процес украинской нации кілька тисяч роков, как минимум тысяч пять, начиная с Трипелли, и так далее, когда здесь было землеродство и до наших времен, поэтому мы не имеем права одноосипно нынешних живущих распоряджатись тем богатством, которое не принадлежит только кому-то, а воно есть для всех данных. Если мы его заберем и куда-то поднимем, то мы избавим наступное поколение иметь свою государство, иметь свое место развития, развивать свою культуру, то есть существовать. Вот насколько это важливо, это стратегическое вопрос из всех стратегических вопросов. Поэтому я категорично против трактовать землю как товар. Она не может быть. Это специфический засыпь для существования народа. Степан В те радянские часы я был судей, а вы были те, которые сидели в Констаболе. Но мы все читали Карла Маркса. Все читали Ленина. И когда мы сегодня говорим про землю и про товар, давайте у того же Маркса написано товар это те, что выработало людство. Земля вы сами сказали данное Богом, данное природой, еще кем-то если это не может быть товаром, что нам подарил Бог. Значит, оно может быть в нашем користовании, в нашей эксплуатации, в наших других каких-то видов в добрых руках. Мало того, что ним користов но его оберегать от значения. Тем паче, что с точки зрения, если уже говорить не про государство творительную функцию, а функцию как выращение продуктов питания, то самая земля как категория очень ограничена в своей количестве на планете. И завтра все, кто сегодня на нас квакает на диване с пляшкой пива, что мы протестуем, будут голодными. Виктор Иванович, тому сейчас в мире идет такой поворот до увеличения социализации земли, а она может выполнить только ту функцию, где есть жестким государственным контролем. И мы сегодня видим тенденцию, что в Соединенных Штатах ранее было больше в приватных руках. Сейчас в банке государственной властности более 49%. И этот процесс имеет тенденцию увеличиваться. Так и в других странах. И выработаны механизмы так, чтобы государство , тоя банк стратегичного цего, цего, субстанции контролировала, чтобы настолько контролировала, это не загрожило национальной безопасности, как существование государства и продовольной безопасности. Поэтому в всех европейских государствах такие есть системы контроля, что практически вы не купите. Право есть, но вы ее не купите. Потому что, например, в Франции специальная комиссия, от которой нужно отрабатывать дозволь обязательства. Нужно жить несколько лет на территории. Взагалі нужно постоянно жить в той громаде, где есть земля. И третье, нужно 9 лет работать в сельском хозяйстве, чтобы показать, что ты можешь там работать. и третье, жорстко контролировать какой земли. Или она не погибшится. Потому что, если погибшится, то соответствующие структуры, которые в каждой государстве по-разному называются, имеют право их забрать назад. Держава имеет право забрать. Або серьезные штрафы, покарания и так далее. До речи, то, что вы сказали, я уже неодноразово напоминал этой аудитории, что спочатку, дуже уважно прочитайте 13-14 статью Конституции нашей, где написано, что земля е национальным богатством, и написано, что она е власнестью украинского народа. А самое головное, мы же взяли те, вот сегодня обсылаются все на Европу, на Запад, мы взяли основное, что там написано, как и в немецкой Конституции, власнесть забавязует. Вот то, что вы сказали, контроль за таким видом власности, где она е на землю, хотя оно далеко не во всех краинах, как нам тут рассказывают деякие журношлюшки, коментаторы, в Британії, например, это власность королевы, а не англичан. Степан Николаевич, дякуем за такой анализ, я думаю, что мы еще продолжим в разных форматах разные аспекты анализу. Ну, я бы еще сказал, мы, понимаете, и тут нам наши ци, так би мовити, ті аферисты, которые пришли до влады, потому что я иначе не могу их назвать, они вперто хотят одноосемно распоряджаться той землею, продать ее и самим очень на том и нажиться. Они понимают, что там они заработают миллиарды и миллиарды. На вторинном рынке это понимаем. Ни хто же не говорит про оптимальную форму землекористования. А чему средние господарства и древние господарства створят кращие умовы для сохранения качества земли. Потому что насамперед, в них много профильных господарств. Обязательно тваринность это органика. Без органики не можно сохранить землю. А монополисты величезные агрофобы химию тратят землю. А они абсолютно по-варварски относятся до этого. Земля втрачают свою качество. До речи, никто не контролирует родючость земли. Так, и я хотел бы еще на завершение нагадать, почему я так разгадал, что уважно прочитать и 13-й. До речи, в 13-й статье написано користувание землей, а не владение. Дуже уважно читаем термины, которые имеют место в Конституции. Дякую на цей программе, дякую за увагу.